Адам согрешил Все хотел его спасти Но грех имеет такое свойство Как некая инфекция Которая распространяется И увеличивается И дальше бывают всякие осложнения И так вот мы видим, что уже в первом поколении Происходит уже убийство Брат убивает брата Ну а вот в нашем уже 21 веке Уже убийства становятся такими массовыми И в общем мы уже к этому даже так привыкаем И практически если посмотреть на людей 21 века И на людей допустим первого века Ну большой разницы нет Потому что любой человек Который хочет На каких-то человеческих страстях Сделать деньги То у него очень легко получать Человек предпочитает Всегда Ну как-то собственные страсти Ну конечно Вот такая природа греховная Это заболевание такое Общечеловеческое Оно трудно излечим Вот так и в исцелении тела Используют прививки Которые дают возможность Либо переболеть в легкой форме Либо не заболеть совсем Так и Господь Чтобы Спасти Человечество Избрал Авраама Из всех людей Потому что Авраам сохранил Веру в единого Бога Среди Огромного Количества Идолопоклонников И уже Потомки Авраама Помня Его Заветы Благословения Сохраняли Эту веру В единого Бога И уже Вот на этой почве Господь постепенно Делал Следующие Перебивки Как вот И Часто люди Для младенца И потом Более старших детей Делают не одну прививку А там несколько Иногда даже в комплексе Который прививк Конечно И в какой-то степени Ослабляет организм Ну И Организм С трудом бывает Преодолевает Эти прививки Но зато Сохраняет От боли страшных Заболеваний Мы сегодня читали Паремии Из Ветхого Завета О том Как Господь Вот Заботился О Своем народе Вообще Даже Это Просто Потрясает Вот эта Забота Что даже Регламентировал Что есть Что не есть Там Каких животных Употреблять В пищу Каких нет В каких Сочетаниях Вот это Можно есть А это нельзя Если Ребеночек Родился То Нужно его Обязательно Посвятить Господу Посвятить Вот в такой Форме Нужно Принести В храм Нужно За ребеночка Принести Жертву Все Жертву Выбирается Так Две птички Потому что Если Выбрать Чень Побольше Там Барана Или Там Быка То Не у каждого Может оказаться Ну а птичку Всегда Можно Если не купить То поймать В общем Не так уж Дорого Вот Все так Как будто Необычайно Заботает Другой Насчет читать Спросит Ну а зачем Птички Причем Тут это Вот мы сейчас Никаких птичек Не приносим Прекрасно Обходимся Забывая Что мы Как-то На другой Совсем Ступени Стоим Так сказать Общественного Духовного Церковного Развития А тогда При той Дикости Которая Вообще Существовала Необходимо Было Вот Все как Маленькому Ребеночку Которому Говорят Вот Надо Вилку Держать В левой Руке Ножик В правой Если Лежат Три Вилки Берем Сначала Ближайшую К тарелке Ну и так далее Все Постепенно Вместо того Чтобы тянуть Через стол Надо попросить Ближайшего Чтобы тебе Передали Какое-то Блюдо Что со взрослым Нужно здороваться В помещении Нужно шапку Снимать Вот И так далее Нельзя Чесаться Нельзя Рыгать Нельзя Чавкать Это так делают Только свиньи И так говорить Надо Двести тысяч Раз Причем Самому Так не делать А то Если будешь Сам делать А ребенка Учить Он это Не воспринял Это все Что папа курит И говорит Да и не курил Вот я курю А то нет Это не возымет Никакого действия Абсолютно Хоть Убей потом Все равно Это бесполезно Вот И Господь Это регламент Для чего Чтобы Люди Постепенно Привыкали Что Вот Хотя бы Один день Неделю Нужно Посвящать Богоугодным Занятиям Что нужно Читать Священное Писание Чтобы Постепенно От поколения К поколению Сотни лет Пройдет Потом Тысячи лет И постепенно Что-то В людях Накапливается И вот От того Как жизнь Их Устроена Очень Это важно Постепенно Выращивается Взращивается Вот это Семя Из Которого Потом Произрастает Взаимоотношение С Богом И вот Постепенно Уже Пришло Состояние К такому Положению Когда Нужно Было Идти Дальше И Нужно Было Идти Дальше И Уже Могло Появиться На свет Пресвятая Дева Богородица Потому что Там Двести лет Раньше Этого Просто Не могло Быть Или Триста Даже Сам Праведный Семен Когда Читал Священное Писание По Преданию Он был Одним Из Переводчиков Еврейского На греческий Был человек Вот По тому Время Образованный А все Образованные Люди Они По-гречески Говорили В то Время Это Был Официальный Государственный Язык Римской Империи И Вот Он Когда Встретился Со Словами Что Дева Родит Зачнет Родиться В очреве Он Подумал Что Это Не так И Исправил Не Дева Написал А Женщина Ну ясно Дева Она же не может Родить Вот И его Ангел Остановил Писание Говорит Пиши Парфянос То есть Дева Вот А Чтоб ты не Сомневался Вот Тебе Такое Предсказание Что ты Не умрешь До тех пор Пока Не увидишь Христа Господня И Вот Сегодняшний день Мы и празднуем Так что Как и Ветхий Завет В лице Старца Семена Он уже умирает Потому что На земле Появилась Горстка Людей Которые Стали Ну как бы Новым Семенем Новой Жизни Ну Первое Семя Это был Сан Господь Иисус Христос Который Принял От Дева Марии Человеческую Плоть Но был Сыном Божьим И вот Он Собрал Из всего Израиля Собрал Себе Пятьсот Учеников Примерно Вот И Им Дал Закон Новый Новый Заключил Завет Ну который Конечно Отменял Уже Жертвы Кровавые Не нужно Никаких Птичек Никаких Барашков Это все Как бы Детство Человечества А нужно Идти дальше Вот Дальше Переходить Непосредственно К духовной Жизни Которая Идет Не изнутри Человека А Нисходит Свыше А человек Только должен Себя К этому Готовить И Смиренно Ждать И Этого Очень Желать И Об этом Молиться Как вот Господь Бдите И молитесь Вот Собственно Что И требуется Прийти В такое Устроение Что Когда Господь Придет Человек Был Готов Его Воспринять Ну конечно Это опять Не для Всех Для Всех Так Это Ну Каждый Что сам Себе Сочинит Придумает Потому Что Хотя В Евангелии Скажено Все Но Это Как бы Вычитать Оттуда Не Каждый Может А Если Он Начал Что-то Объяснять Он Как бы Отключается И Не Слушает Это Как Вот Если Взять Ну Какого Среднестатистического Прохожего Привести В МГУ Посадить В аудиторию Там 02 И Говорит Вот Слушай Ну Если Хотя Бо Не Кончил 11 Класс Там На Пятерке То Он Вообще Ничего Не Понят О Чем Речь Хотя Вроде Все Слова Русские Ну Просто Ничего Не Понят Потому Что Для Него Слишком Это Тяжело Он Вообще Слушать Не Может Средний Человек Слушать Может 13 Минут Все Дальше Он Выключается У него Мозги Может Слушать Полтора Часа Это Студент Третьего Курса Это Уже Профессионал Он Слушает Запоминает Анализирует И так Дальше Вот А так Чтобы К этому Подойти Нужно Более Или Менее Подразвиться Тренироваться Быть Еще Молодым Вот А так Обычный Человек На Любой Лекции Он Сразу Засыпает У него Мозги Не Справляются Он От Такой Работы Засыпает В Состоит Вот Или Слушает Какими Такими Кусками То Включится То Выключится Вот Поэтому В Духовной Жизни То Же Самое Потому Что Человек Все Время Как-то Забывается Уклоняется От Главного Это Такое Свойство Падшего Разума Даже Ученые Ну Не знаю Правда Или Нет Говорят Что Человеческий Мозг Используется Только На 4-7 Процента А Остальное Остальное Все Поружено Грехом То есть Мозг То есть А Не Соображаются Это Удивительно Человек Иногда Совершает Такие Поступки Которые Даже Для Дикого Животного Странно А Человек Вот Делает Совершенно Как Безумно Потом Говорят Неужели Это Я Да Ты Вот Представь Себе Вот Поэтому Прийти В это Устроение Без Помощи Божьей Это Никак Не Возбуждение И вот Господь Как бы Посеял Это Семя Новые Жизни Всеял В апостолов Именно Как Огненные Языки Сошел На них Дух Святый И Началась Новая Жизнь Тогда Вот Еще В Ветхозаветные Времена Дух Святый Тоже Жил В Человеках И вот Стас и Симеоне Это Он же Был Очень Дряхлый Человек Но Духом Святым Пришел В храм То есть Господь Ему Как-то Сказ Иди Он почувствовал Что Надо Идти И вот Он Пошел Пришел Увидел Представляете Что Неужели Мы думаем Что Одна Мария Пришла С младенцем Там Десять А может Сотни Пришли Женщин И Таких Молодых Юных Как Она И уже Там В Более Зрелом Возрасте И там Как всегда Это у нас в храме Тишина А в Иерусалиме В храме Это же Ну Страшное Что творилось Священники Кричат Быки Ревут Овцы Блеют Птицы Пищат Народ Шунит Там Ругаются Деньги Это Животных Этих Режут Жгут Там Огромный Костер Сжигают Целые Туши Войн Стоит Страшное Понимаете Это Совершенно Другая Ситуация Вот Этому Толпают Их Людей Там Их Ходят Некоторые Пришли Не знам Откуда Кто Из Галлии Пришел Кто С Британских Островов Приехали Раз Там В 10 Лет В этот Храм Он Единственный Вообще Так Сказать Шли Туда Месяцами Вот Пришли Кто С чем Покупают Тут Жертвенных Животных Кто Что-то Хочет Узнать Никто Ничего Не Понимает Почти Как И В нашем Храме Что Происходит Что Поют Что Говорят В Какие Трубы Дуют В Какие Гусли Играют В общем Шум Гам Берлан Ничего Не Поймешь Что Такое Великое Божественное Все В золоте А Что За Этим Стоит Ну Каждый Что-то Себе Ну Священники Они Конечно Знают Профессионально Они В этом Деле Живут Кипят И Вот Представьте Вот В этой Толпе Симеон Узнает Что Вот Этот Младенец Вот Христос Он К нему Подходит Берет На руки Это Ж Тоже Так Сказать Не Просто Так Ясно Что Как-то Господь Ему Указал Как Не Знаем Как Это Как-то Таинственно Вот Он Взял И Говорит Вот Ныне Отпущаешь Рабатывай Все Теперь Он Может Умереть Потому Что В такой Старости Жить Это Конечно Ну Не Дай Бог Никому Настолько Это Все Тяжело Когда Каждое Движение Все Болит Каждый Сустав Ничего Не Слышу Ничего Не Вижу Никому Не Нужно Всем Надоело Ну Это Просто Невозможно Ни До Кого Не Могу Достучаться Ничего Не Могу Объяснить Мысли Путаются Все Забываю Где Что Положил Вот Тяжелейшая Ситуация И Вот Наконец Вот Он Видит Его А Что Мы В этом Празднуем А Мы Празднуем Огромное Событие Которое Тоже Указывает Нам Переход В Новую Совершенно Эпоху Ну Спрашивается А Какое Собственно Нам Дело Ну Это Эпизод Там Две Тысячи Лет Назад Это Было Две Тысячи Лет Это Нам Невозможно Представить Потому Что Историю России Мы Только Отматываем До Тысячи Лет А Что Было До Этого Еще Тысячи Вообще Не Знаем Тени Сплошная Потому Что Не Было Ни Письменности У нас Никакого Геродота Не Было Здесь Ничего Никто Ничего Не Пирал Тени Академик Рыбаков Какой-то Ерунду Написал Единственный Специалист Читатель Славянской Ну Это Просто Чепуха Ну Как В Каких-то Раскопах Нашел Черепок Ну Что-то Из Него Из Черепка Нож Извлечь Ну Что Была Керамика Ну Она Везде Была Ну Ничего Нельзя Выяснить Ни о Духовной Жизни Ни о Событиях Вообще Ничего Нет Какие-то Такие Смеды Отголоски Там Что-то Там Где-то Есть И то Там Непонятно Вообще О Славянах Это Речь Или Вообще О Ком Это Предположительно Кто Чего Наши Предки Это Не Наши Тени То есть Представьте Вот Если Две Тысячи Лет Разделить Это Пополам То Тысячи Лет Это Ну Мы Что-то Знаем Ну Более-менее Так Уже С Ивана Васильевича Грозного Ну Достаточно Подробно Ну Это Вообще Шестнадцатый Век Совсем Недавно Было Там Пятьсот Лет Назон А А туда Вот За ту Вторую Тысячу Лет Ничего А это Еще Там Да Это Еще В Израиле Да Какое Нам Дело А на Сам Деле Каждый Человек Он Все Рано Внутри Себе Если Такое Установить Взаимно Однозначное Соответствие То Он Проживает В Своей Жизни И Ветхую Часть И Новую Часть И Ветхий Завет И Новый Сначала Период Такого Ученичества Когда Человек Даже Как-то И не Понимает В чем Суть Христианства И Причем Вот Даже Как В Библии Ветхий Завет Это Толстая Часть Новый Завет Это Вот Такая Тоненькая Вот Евангелие Из Нового Завета Вообще Занимают Совсем Такую Маленькую Часть Потому Что Ветхого Ветхая История Каждого Из Нас Она Гораздо Более Обширна Чем Новозаветная История Каждого Из Нас И Более Того Там Конечно Библию Составляли Ну Лучшие Из Лучших Церковных Умов Этот Кодекс Собирали Из Отдельных Книг Пока Канон Составился Священное Писание Ветхого И Нового Завета Уже Так Сложился К Четвертому Веку Вот А Мы То У Нас Все Перепутано Мы С утра Вот Открыли Молитва Слов Мы В Новом Завете Спустились В метро Мы Уже Ветхом Особенно Если Нам Кто На Наглуб Наступил Мы Реагируем Совершенно Так Ветхий Заветный Человек Вот А Если Нам Кто Как Бяку Подстроил Так Мы Уже В Язычестве Мы Уже Убить Готовы То Вполне Такая Нормальная Языческая Реакция Иногда И такие Чувства Так Бы И Убил Но Потом Опять К Новому Завету Что Я Делаю Покаялся Мысленно Хотя Что Это Не Хорошо И Так Далее Все В Таком Движении А Господь Хочет Чтобы Вот Это Семя Которое Он Насадил Тогда 2000 Лет Тому Назад В Апостолов Чтобы Это Та Благодать Святого Духа Которая В Них Вошла И Которой Мы Приобщились Через Крещение Миропомазание Как Мы Приобщаемся Через Святую Евхаристию Чтоб Это В Нас Жило Все Оживало Обновлялось Ширилось Чтоб Мы С Годами Превращались Не Только В Моразмирующих Инвалидов А Чтоб В Нас Прибывала Духовная Жизнь Вот Для чего Для того Чтобы Душа Спаслась Что Вот Это Встреча Соединение Произошло Как У Старца Семена Со Христом Ну Понятно Что Это Возможно Через Храм Поэтому Совершенно Не Случайно Что Эта Встреча Произошла В Храме Матерь Божия Она Делала Все Что Положено Углубленно И Нашей Всей Жизни Вечности Спаси Всего Господа Семена Божией